В эфире программа «Квадратные метры» в студии Анастасия Петраш. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Жилье сиротам в России. Изменятся правила выдачи квартир детям, которые остались без родителей. Элитная недвижимость в Благовещенске продает дом за 75 миллионов рублей. Зеленый небоскреб в Сингапуре снова построят необычное здание. Картины на домах в Бельгии прошел международный фестиваль стрит-арт художников. В России изменятся правила выдачи жилья детям-сиротам. Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании реестра таких детей, которые имеют право на жилье. Если документ получит одобрение, то законные представители несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, смогут подавать заявление о включении сироты в реестр. Контролировать действия опекунов будут органы опеки. Местные власти будут следить как за использованием, так и за сохранностью полученного сиротой жилья. Расширятся и права органов опеки и попечительства. Так, договор соцснаема с сиротами можно будет продлить неоднократно. Если же сироты или их опекуны не будут платить за коммунальные услуги в течение полугода, их выселят в помещение, соответствующее условиям общежития. Родители, лишенных прав, будут отселять от детей в общежитие. Раньше жилье им не предоставляли. Заявление на получение квартиры уже направили более 258 тысяч детей или их представителей. Нерезиновые квартиры Госдума может ввести ограничения на регистрацию в квартирах и домах. Прописаться удастся только в случае, если на каждого проживающего будет приходиться определенная норма жилплощади. Таким образом, вполне возможно, будет запрещена продажа микродолей. Ограничение не будет распространяться на супругов, родителей и детей. Собственникам запретят регистрировать новых жильцов, если на них не будет хватать нормативной площади. В разных регионах страны разные нормы. Второе предложение – запретить доробить жилье на микродоле, проживать на которых невозможно. Исключение – случай приватизации, наследования и другие, когда право на часть помещения законно, сообщает недвижимость собакамайл.ру. Законопроект принят в первом чтении, ко второму в него должны быть внесены существенные поправки. Бездомные кошки и собаки смогут проходить в подвалы жилых домов. Для них оставят специальные входы. Российский Минстрой внесет поправки в нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда. В подвалах домов сохранят отверстия для воздухообмена. По ним животные смогут попасть внутрь, пишет ТАСС. Проходы, которые планируют составить, 15 на 15 сантиметров. При этом собственники квартир смогут принять иное решение, отметил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис. Жильцы вправе установить на отверстие заградительную сетку. Закрывать проходы нельзя, они нужны для воздухообмена. Этим летом в свободном начнется реконструкция Дворца культуры железнодорожников. На переоснащение объекта выделят более 500 миллионов рублей. Решение о предоставлении средств для реконструкции Дворца культуры было принято на заседании комиссии по реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под руководством вице-премьера Юрия Трутнева. Здание ДК было передано на баланс муниципалитета Свободного компании РЖД. По проекту в Центре культурного развития проведут замену системы отопления. Освещение установят цветовое и звуковое оборудование, реконструируют сцену. Заменят кресло в зрительном зале. Масштабный ремонт пройдет и в помещение, где находятся хореографические кружки, театральная студия, спортзал. Свободненский ДК стал 31-м в списке объектов, попавших в план социального развития этого города. Всего же на их реализацию планируется направить около 6,3 млрд рублей. Коттедж за 75 млн рублей продают в Благовещенске. Информация о продаже появилась на одном из известных сайтов. Как указал автор объявления, дом находится в черте города на берегу реки Зея. Площадь основного дома – 390 квадратных метров. Есть гараж на два автомобиля, оружейный, оплавательный бассейн, программируемая сауна, три санузла, три спальни, кабинет, гостиная, камин, зона барбекю с отдельной кухней и выходом на реку. Видеонаблюдение с удаленным доступом, охранный комплекс с выводом на пульт вне ведомственной охраны. Охрана периметра. Все системы объединены в умный дом, пишет автор объявления. В коттедже дизайнерская мебель, выполнен дизайнерский ремонт. На участке также есть отдельно стоящий гостевой дом в 72 квадрата с отдельным гаражом. В Крыму введен запрет на возведение жилья на берегу моря. На запрете заявил глава региона Сергей Аксенов. По его мнению, строительство в прибрежной зоне ничего не даст региону с точки зрения экономики, сообщает ТАСС. Сергей Аксенов запретил чиновникам выдавать строительным компаниям разрешение на возведение объектов в прибрежной зоне. Строить там должны только гостиницы и санатории, никакого жилья. Глава региона считает, что россияне из других территорий страны покупают квартиру в Крыму и приезжают редко. Налогов в бюджет идет мало, а нагрузка на инфраструктуру есть. Крымчане купить такое жилье чаще всего не могут. Дорого. Поэтому, если строят на курортах квартиры, то только эконом-класса. Майские тарифы. На праздники резко выросли цены на зарубежные российские хостелы. Стоимость проживания увеличилась в полтора раза. Причина – рост интереса к бюджетным средствам размещения в праздничные дни. Средняя стоимость бронирования хостелов на международных направлениях с 29 апреля по 9 мая выросла на 51% и составила в среднем почти 15 тысяч рублей. В России средняя стоимость хостелов на майские праздники увеличилась на 45% и составила почти 5 тысяч рублей. Как пишет портал недвижимость.майл.ру, разрыв в цене связан с тем, что в российских хостелах соотечественники собираются провести меньше времени, нежели в заграничных. Что интересно, хостелы – единственный сегмент гостиничного рынка, показавший резкое увеличение стоимости бронирования, указывает издание. Яркий город в Бельгии прошел международный фестиваль стрит-арта The Crystal Ship 2018. На фестиваль приехали художники со всего мира. Своими работами мастера украсили жилые дома, бары, промышленные объекты. Все рисунки останутся на зданиях на постоянной основе. Кстати, фестиваль считается самым крупным в Европе. Зеленый небоскреб построят в Сингапуре. Необычное строение конструируют фирмы из Италии и Дании. Высота здания – 280 метров. Оно будет заполнено растениями. Деревья даже будут частично выступать на его фасады. Здание должны построить к 2021 году. Небоскреб рассчитан как многофункциональное здание. Нижний этаж займет общественный парк. В нем будут доступны пространства для занятий спортом, художественных инсталляций и различных мероприятий. На этажах расположится также 299 частных квартир, магазины и рестораны. Четыре этажа здания займет крытый парк под названием «Грин Оазис». Он будет своего рода буфером между квартирами внизу здания и большим офисным пространством вверху. На крыше небоскреба разобьются ад. На этом у меня все. Пересмотреть программу можно в социальных сетях на страничке Амурского областного, а также на сайте amurobl.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!